ну что сегодня особенный день настолько особенный что я решил открыть баночку березового сока и это делаю редко это пожалуй самый целительный нектар который может быть здесь вдали от цивилизации и таймкод на видео гайд где-то будет нажимаешь переходишь а сегодня вернее сейчас я хочу поблагодарить всех потому что сегодня особенный день во первых на канале 100000 жалко не подписчиков но просмотров это уже кое-какое достижение поэтому это нужно соответственно отметить так а музыку то я не поставил никакую на компе ну ладно сейчас мы находимся на моем рабочем столе здесь я обычно занимаюсь какой-нибудь пайкой или еще чем-нибудь тысяча подписчиков это в общем самое сложное что могло быть вообще в истории любого канала это даже наверное сложнее чем набрать от тысячи до десяти тысяч мы это сделаем я сделаю при помощи вашей помощи соответственно это наш канал поэтому я доволен принципе результатом пусть он не такой какой-то большой но тем не менее он есть за вас дорогие зрители мой дорогой зритель или зритель я не знаю сколько вас там на канале по-прежнему два въев но я думаю что эта ситуация под исправиться как только так сразу а сейчас мы переходим к гайду хороший сок так пацаны сегодня у нас твич сегодня оформление твича после просмотра этого ролика ты сможешь спокойно оформлять все также твич и кстати да приятного аппетита давай зайдем на твич я даже с этого компа решил на твич зайти обычно у меня все аккаунты специально на другом компьютере и видел что я сделал вообще это оригинально было открыт для того чтобы закрыть сейчас тебе покажу что мы с тобой будем делать а верняту тут больнина 5 всякая реклама учену сразу включает вот зашибись вот мне не хотел его смотреть опять ничего короче да ты закройся прикинь как вот вот эта реклама вот вот на ю тубе такого не хватает чтобы мои стримы так висели которых нет еще до сих пор капец да в общем заходим куда я захожу я в на твиче впервые честно говоря и вот решил сделать оформление вроде что-то да вот у меня получилось описание описание нас интересуют конкретно вот такие вещи вот такие вот вещицы нам кнопочки вот такие вот сделал вот так вот они смотрятся эти кнопочки ты только посмотри красота какая да и сегодня я тебе покажу как сделать такие кнопочки понятно и редактируем панели до добавляем здесь соответственно нажимаем плюсики добавить текст или панель с изображением да ну соответственно закидываем короче сейчас я тебе покажу сначала нам нужно сделать такие вот кнопочки красивые оба не вот такие вот такой вот вид имели красивый лучше я тебе просто скину вот эту штуку вот сейчас я открою я покажу тебе вот эту штуку вот принципе это и есть эти кнопочки в принципе то так что ты качай качай по ссылке в описании так создаем рандомное изображение да ну просто чтобы закинуть эту штуку тукенцию сюда. Так, и что мы видим? Мы видим панели. Так, зачем они вообще нужны? Эти кнопочки. Здесь вот в таком вот виде. Для того, чтобы ты мог сделать вот так. Не, не так. Погоди. Чтобы ты мог сделать вот так. Во. Видал? Они, короче, выделились. Прикинь? Круто. Круто. И теперь ты можешь вообще любой фон закинуть. Вот просто любой фон. Фон. Просто любой. Картинки. Какой хочешь. Давай возьмем какой-нибудь фантастически красивый фон. Было вообще супер. Вот любишь вот этот вот такую радугу любишь, да? Давай. Ну, давай допустим, вот этот вот возьмем. Сохраняем картинку на рабочий стол, разумеется. Так, закидываем, закидываем. Вот пускай у нас будут радужные кнопочки. Так, что ж, снова мы с тобой выделяем. Ну, что ты? Выделилось? Выделилось. И теперь просто делаем, скопировать на новый стол. Выбираем вот здесь вот это вот. А то не то скопируется. Вообще ничего не скопируется. Так, все. У нас получились. Смотри, уже какая красота. Какая красота. Только я забыл размер этих кнопочек. Давай создадим. Я не помню. Сейчас мы посчитаем. Погоди с тобой. Нам нужно создать сейчас отдельно кнопочку. Для этого нужно знать размер этого квадратика. Красиво. Поэтому давай сейчас попробуем с тобой посчитать. Так, 500. Соответственно, 507. Надо точно знать нам. Короче, пускай будет 510 на... Короче, да. 510 на 130. Пускай мы так с тобой округлим. В принципе, там помех больших не будет. Окей, создаем. 510 на сколько? На 130, да? На 130. Окей, мы с тобой эту штуку создали. Теперь нам нужно эту кнопку перенести соответственно. То есть по этому гайду ты можешь вообще любые кнопки делать потом с любым оформлением, которое тебя интересует. Просто берем, соответственно, это все дело сохраняем на новый слой, да? И просто теперь, соответственно, перетаскиваем. Во! Смотри, какая красотень. Тут посчитаешь более точно. В принципе, вот это вот, оно все равно там будет незначимо, потому что он ПНГ, это будет не видно. Далее. Нам нужно придать объем. Знаешь, ну, сексуализацию. То есть нам нужно сделать сексуализацию. А то сейчас как-то оно не сексуально. То есть ты ж можешь посмотреть, как оно у меня, да? Видишь, такое выделение, как будто будет реально кнопочка, по которой нужно нажать, да? Я тебе рекомендую, знаешь, по какой? По вот этой кнопочке нажать. Нажимаешь, и тебя, короче, редиректом через мой сайт кидает на нужную ссылочку. То есть вот это важно. Вот это вот самое важное, да. Так, это я сделал. Теперь, окей. Давайте расскажу, как сделать. Во, видал? Уже нажал. Уже нажал на стиль слоя. Давайте заново расскажу, а то ты не поймешь. Вот параметры наложения, тесение, контур, и можешь даже текстуру накинуть. Я вот, допустим, накидываю, вот можно вот так, и смотри, как получается. Смотри, уже как, да? Но это все, конечно же, отмена, потому что нам сначала нужно текст. Текст можно скачать, шрифт текста любой, либо использовать стандартный, который у нас есть, соответственно, с тобой в фотошопе. Да любой. Какой тебе нравится? Сексуальный, несексуальный там? Вот, допустим, ютубе. Сейчас мы постараемся сделать на ютубе. Давай выберем так, чтобы вообще было... О, ну, пускай будет так. Модно, молодежно, стильно, да? Еще момент. Ходишь по центру попасть, делаешь, короче, вот так. Смотри, хренак, хренак. О, боже, мама, как я люблю фотошоп, да, как говорится. И, ну, да, чтобы попасть, короче, по центру ты, короче, мягко говоря, не попадешь, потому что... Короче, я тебе показал, как сделать центр, ну, тут примерно уже видишь, зато где центр, и вот примерно оно у тебя по центру. Все, окей, с этим разобрались. Давай не будем дальше углубляться, и сделаем то, что мы, в принципе, уже сделали. Так, нет, секунду, мы объединим все слои в один, объединяем видимое, и теперь, когда оно все видимое, потому что сам текст ютуб тоже должен как-то реализироваться, мы все это дело выделяем. То есть повторяем ту процедуру, которую я тебе уже показал. Здесь можно поставить, примерно, 425. Вот она, наша сексуальная кнопочка. Дальше сохраняем, соответственно, на рабочий стол под любым названием, там, ну, я не знаю, единица пускай будет, да, столбец 11, там, ну, ты понял, 42. В общем, сохраняем. Получается у нас вот, все, через черно, окей. И вот она, наша кнопка готова. Все. Ты смотри, какая красотень. Ну, здорово же я придумал. Здорово. Тебе нравится? Нравится. Так ты лайкосик и колокольчик нажми, хотя бы лайкосик, и все будет отлично. И как бы, ну, ты сам понимаешь, что это важно. Это важные моменты. Дальше все просто. Редактировать панель. Редактировать панель. И просто добавляем. Добавляем, соответственно, добавить текст из панели. А, не текст. Удалить. Добавить. Видишь, первый раз на Твиче, ну, уже, видишь, как оформил зато. А, ну, не, все правильно. Добавить изображение. И, соответственно, закидываем это наше с тобой изображение. Где он находится? Вот он, наше изображение. Все. Растягиваем все это дело. Нажимаем «Готово». И сюда закидываем, допустим, ссылку на YouTube-канал. На YouTube-канал любого, допустим, автора, например. Да любой вообще, иди сюда. Вот, красавчик. Не то слово. Берем и вот, пускай он, к примеру, это ты. Да, вот все. Все отправить. И, грубо говоря, когда ты нажимаешь, соответственно, на эту кнопку, у тебя идет, грубо говоря, переадресация на этот канал. Все, панели есть. Вот она, у нас кнопочка эта появилась. Таким образом можно очень красиво здесь все оформить. Вот мы можем, допустим, да на любой канал зайди, там я не буду кого рекламировать, собственно говоря. Они же меня не рекламируют, соответственно, я их не буду. Вот. Поэтому берешь и делаешь вот такую вот красоту. Там можно ПК, гейминг, там все дела. То есть из этих панелей можно реально красоту сделать. А вот это вот нужно, да, для того, чтобы у нас получилось. Главное, там правильно название давай, чтобы, видишь, чтобы оно совпадало. Цвет, вот здесь видно указатель, чтобы цвет вот так вот красиво переливался. Потому что я когда поставил, они у меня потом почему-то рандомно, видишь, перемешались. Не в тот порядок стали. Это, наверное, я, потому что название неправильное давало, и оно по алфавитку пошло. Надо было давать название 1, 2, 3, и так далее. Возможно, тогда будет нормально, потому что у других все нормально. Собственно говоря, ты теперь понял, как делать такие красивые кнопочки, как оформлять свой, соответственно, твич. Поэтому я желаю тебе неудачи, как некоторые идиоты желают, я тебе желаю исключительно успехов, друг мой. Дружище, не забывай о подписке. Это важно. Я тебе помогаю, ты помогаешь мне, и совместно мы добьемся хороших результатов. Все. Никаких компромиссов, только вперед до победы. Пока внутри тебя пламя, вражеский гнет, неведом несгибаемая воля, мой главный союзник, вера для своих людей.